День защиты морских млекопитающих Да, конечно, на самом деле я к этому очень долго шла, это была моя мечта С детства? Да, с детства она осуществилась А что поспособствовало этому? Может быть мультик про русалочку, нет? Скорее, это был фильм «Флиппер» «Флиппер», я помню, замечательную жизнь Да, прекрасно Скажите, как состоялась ваша первая встреча, я не знаю, с дельфинами и морскими котиками? Кто это был? Сначала у нас были две белухи, Миша и Лайза, они по сей день с нами И потом привезли к нам Арчика, черноморскую афалину И были еще три морских котика, Юта и Яра Мэри Марин, с кем тебе больше нравится работать? С белухами или? Это на самом деле вопрос достаточно сложный, потому что нельзя разграничивать животных Каждый вид по-своему уникален Белухи, они добродушные толстячки, афалины, резвые, игруны, а котики морские, они просто очень симпатичные, забавные, замечательные животные А я выслышала, что у дельфинов очень большой мозг, правда ли они такие умные, правда ли они все понимают? Они на самом деле очень умные, в некоторых моментах мы даже удивляемся их сообразительности Например, у нас есть дельфин, который сажает белух домой То есть у нас есть вольерчики, в которые они должны заплывать Если, допустим, белух не соглашается, мы выпускаем дельфин Дельфин ей говорит, так, Лайза, домой Лайза такая, ну ладно, ладно, я домой пошла То есть они нам во многом помогают, они разносторонне развиваются Этому способствует и количество игрушек, которые в бассейне, и форма, разные размеры И, ну, соответственно, разнообразие элементов, которыми мы их обучаем Марин, расскажите, вот всегда было интересно, а дельфин, он на ощупь, он теплый или все-таки прохладный? Да, теплый, температура тела дельфина около 37 градусов Ну, практически как наши, да, на 4 сотых градуса поменьше Вот, теплый, мокрый, но когда залезаешь в воду, обнимаешь, есть ощущение того, что они теплее намного Илья, вот я знаю, что сейчас очень многие плавают с дельфинами Хотела бы ты поплавать с дельфинами? И вообще, вот возможно ли такое, что можно прийти к вам и прям потрогать его с ним, покупаться, пообщаться? Конечно, возможно, у нас каждый день устраиваются купания То есть можно записаться, это все в режиме онлайн фактически работает На какой-то день приходите и общаетесь с дельфином Можно представление посмотреть, можно, соответственно, после представления потрогать дельфина Если, допустим, вы не планируете купаться Марина, я знаю, что вот у каждого дельфина есть свое имя, которое дают ему при рождении Так ли это? В стае, да, непосредственно при рождении каждому дельфиненку дается свое имя Стаи по диалекту даже весьма различаются между собой И поэтому каждое животное в стае знает, как зовут вот этого дельфиненка То есть уже научно доказано, что у них есть свой язык Все возможные щелчки, клацанье там, ну, зубами Иногда разные позы говорят о том, что это вот я зову тебя А вообще это капризные животные? Вот, например, пришел Илья поплавать с дельфином А дельфин оп и отказался Может быть такое, да? Что вот не понравился ему человек? Нет, животное отказаться плавать с человеком, в принципе, не может Ему интересно, что же это за человек Как только приходит новый человек, они сразу повышают уровень шума Если голову засунуть под водой, они начинают изучать Там щелчки, там свисты всевозможные Отказаться от купания с человеком, в принципе, они... Но дельфин-то и так купается, да? Могут, да, потому что им интересно Если, конечно, они чувствуют, что человек какой-то недоброжелательный, предположим, да Или злой человек, вот тогда они ведут себя осторожно Они на самом деле очень много чувствуют Марина, а как дельфины радуются? Вот всем известно, как радуется собака или кошка А как радуются дельфины? Как понять их настроение? Это всевозможные выпрыгивания из воды, например, у афалин Это плавание за человеком, помахивание плавником Он постоянно вызывает тебя играть, мяч к тебе приносит, кидает Ну, пойдем играть, пойдем играть Выпрыгивать на помост, чтобы его почесали, почухали Им очень нравится А я еще вот слышал, Марина, что дельфины бывают... Говорят даже на человеческом языке Правда ли это? Ну, скорее... Зовет ли вас дельфин по имени? Скорее языком жестов, да Есть такой эксперимент был проведен Что дельфину объясняли, что это за штука Вот предположим, тазик Ну, ты должен принести тазик сюда-то, да И он по жестам, соответственно, по каким-то Скорее это были жесты для слабослышащих Вот такие вот руками, пальцами Такие незначительные Он приносил, делал то, что нужно То есть изменяли предложение по-разному Но так, чтобы сказать, Марина, иди сюда Он, конечно, не может Нет такого еще, да? Нет такого нет Но, мне кажется, в будущем возможно Обязательно Марин, а как вот вы их зовете Определенного дельфина? Это какие-то похлопывания Или по имени ему там Марсик, Марсик, иди сюда К сожалению, слух у них настроен Немножко на другую частоту Поэтому у нас есть полу-ультразвуковые свистки Чтобы мы слышали Как бы дельфины хорошо их слышали Под водой И над водой Вот И в основном, если мы зовем дельфина То мы зовем их всех вместе И потом говорим Ты там, ну, дотрагиваешься до него Ты идешь сюда, ты делаешь что-то Они уже привыкли Они уже понимают прекрасно Что от них нужно Необходимо сейчас В данный момент То есть это какая-то схема Получается Марин, ну, последний вопрос Какую радость приносит общение С этими прекрасными животными? Радость, конечно, колоссальная Когда ты обучаешь животное Оно тебя понимает Оно тебя поддерживает Оно просто становится частью тебя И ты приходишь в работу Улыбка прям до ушей Как говорят, да И ты идешь выступать с этим животным Когда оно слушается Ну, вы становитесь единым целым Это просто непередаваемое ощущение Марина, спасибо большое За интересный рассказ Спасибо вам И от нашего генерального спонсора Чай Хилтоп О, спасибо вам огромное Спасибо большое Очень интересно было Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин